Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Павла Хача. Меня зовут Павел, кто еще со мной не знаком. Канал о моей жизни, быте, работе. Ну, в общем, веду влог на этом канале. Так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Очень приятно и очень радостно, когда подписываются новые люди. В этом видео подведение итогов за прошедшие 100 дней. 100 дней, как я нахожусь в Москве. И, в принципе, есть кое-какие изменения. Начнем по порядку. Пункт первый. Устроился на работу в компанию. До сих пор в ней работаю, но немножко в другом отделе. Устроился я на категорию Е, полуприцепция СЦРНа, доставка топлива. Сейчас работаю на категории С. И остаюсь на подработку, как видите, курьером снова. Изменения по работе. Блин, ну, вник немножко. Более-менее начал понимать, что к чему. Прошло всего три месяца. Перешел с одного отдела в другой. Познакомился с компанией более-менее. Познакомился с сотрудниками компании. Ну, в общем, работаем. Работаем, работаем, работаем. Дальше посмотрим, как пойдет. Пункт второй. Это изменения в заработной плате. По сравнению с тем, что было до того, как я устроился в эту компанию, и сравнивать с тем моментом, когда я устроился, разница есть. И, соответственно, доход еще немножко вырос, после того, как я оставался подрабатывать, соответственно. То есть на полставки, грубо говоря, на ставку водителям, полставки курьером. В общем, зарабатывать стал побольше, чем было до этого. После того, как перешел другой отдел на категорию С, доход еще немножко вырос. Это очень клево. Это радует. Точные цифры я вам не скажу. Можете даже не спрашивать. Почему? Потому что это тайна корпоративная. И не только корпоративная, еще и моя личная тайна. Я считаю, что доходы должны быть скрыты от всех. Это личное дело каждого. Ну и, в принципе, по доходам все. Потихонечку растем, стараемся. Так, пункт номер три. По питанию. Поначалу первые два месяца готовил самостоятельно. Кушал гречу, салаты, фрукты. Ну, в общем, нормальное здоровое питание. Теперь посчитал свои расходы на все это дело. И пришел к выводу, что мне дешевле заказывать готовую еду на целый день. Есть компании по доставке еды. Они сразу на целый день. Вот шесть приемов пищи у меня получается с перекусами. И это получается в день дешевле, чем у меня выходило, если я кушал самостоятельно. Потому что бывает то, то какую-нибудь шаурму купишь, то непонятно, какую-нибудь курицу гриль, еще что-то. В общем, нестабильная была еда. Сейчас все стабильно. Меня это устраивает. И спасибо тем, кто придумал доставку готовой еды. Он четвертый. Касательно моего веса. Начинал я все это дело со 128 килограмм. 128 килограмм во мне было, когда я приехал сюда, в Москву. С учетом того, что я стал дробно питаться, употреблять больше водички, потом еще белками себе немножко помогал, скинул за три месяца без тренировок, без физических нагрузок дополнительных, просто питание и работа. Скинул до 110 килограмм. То есть 18 килограмм сбросил. Сейчас у меня вес колеблется 109-110. Вот почему тут несколько дней крайний. 18 килограмм сброшено. Лишнего веса. Осталось еще хотя бы 20. А лучше 25. Посмотрим, как пойдет. И пунктик, который меня прям радует и удивляет. Это пятый пунктик у меня по плану сегодня. Это то, что у нас на канале плюс 40 подписчиков за эти 100 дней. Для начала это, скажем так, неплохо. Но я вообще не рассчитывал, что кто-то будет подписываться. Так что огромное вам человеческое спасибо за подписку. Спасибо за то, что смотрите. И спасибо за то, что продолжаете смотреть. 40 человек подписалось. И за все это время отписалось всего 3 человека. Так что, если будем идти в этом направлении, то, скажем так, и тысяча подписчиков не за горами. Большое вам спасибо. Да, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки. Очень помогает. Мотивирует. Очень мотивирует меня снимать дальше. Бывает такое, что у меня прям настроение нет снимать. А когда смотришь, люди пишут комментарии, ставят лайки, просмотры растут. Думаешь, ну, круто, значит, люди смотрят. Значит, я кому-то нужен. Так что, пишите, не стесняйтесь. Обязательно подписывайтесь. Колокольчики ставьте. И будем смотреть дальше, как пойдет моя жизнь. Так, а теперь планы на ближайшие 100 дней. Первое, это похудеть еще, как минимум, на 20 килограмм. Это раз. Второе, это подключаем физкультуру. Но физкультуру я буду подключать, скорее всего, когда за сотню перешагну. То есть, 99 килограмм хотя бы буду весить. Тогда физкультуру подключим. Потому что, что-то мне как-то опасаюсь я с таким весом что-то делать. Хотя, что страшного. Ладно, посмотрим, как пойдет. А, еще хочу начать подтягиваться. Это третье. Вот за эти 100 дней мне нужно добраться до 15-ки подтягиваний. Сейчас я подтягиваюсь один раз. Вообще ужас. Позор. В общем, вот такой коротенький отчет за 100 дней. Цели, которые я ставил лично для себя, я добился. Цели, которые я уже поставил на следующие 100 дней, я буду добиваться. В принципе, это вы все увидите в процессе. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Не стесняйтесь. Могу даже отдельное видео снять, если будут интересные вопросы. А так, приятного просмотра. И увидимся в воскресенье. Всем пока. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки.